Чтобы сделать проект поистинно народам, решено провести общенациональный конкурс по выбору имен. Конкурс будет организован таким образом, чтобы охватить максимальное число участников и учесть всю палитру мнений. Имена, которые в итоге выберут россияне, дополнят официальное номинование 45 российских аэропортов международного, федерального значения с совокупностью пассажиропотоком более 100 миллионов человек. Считаю, что имя героя Великой Отечественной войны, героя Советского Союза, капитана Дмитрия Калинина, достойно быть увековечено в звании нашего аэропорта. Это важно для Анапы, которая носит высокое звание города воинской славы. Предложение Юрия Полякова поддержали не только представители общественного совета, но и председатель совета ветеранов Анатолий Гапонов, председатель совета города-курорта Леонид Кочетов, атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников. Все они были единодушны. Капитан Калинин, кандидатура номер один в списке, который предлагает Анапа. Для того, чтобы наш выбор в виде Дмитрия Калинина, капитана, звучал мощно, мы применим все наши возможности, все наши семьи будут, естественно, рассказывать об этом конкурсе. Я думаю, что, опять же, и общественники, поддержавшие, опять же, кандидатуру Дмитрия Калинина, будут и голосовать, доносить до населения эту информацию, что давайте голосовать за капитана Дмитрия Семеновича Калинина. И вполне возможно, что таким образом мы все-таки выберем Дмитрия Семеновича Калинина для того, чтобы увековечить его в имени аэропорта. А это значит для Анапы что? Что каждый россиянин, прилетающий в наш аэропорт, будет точно знать, чьим именем назван аэропорт Анапы. И плюс, мы очень надеемся, будут информационные материалы, а также объявления от пилотов, почему так называется аэропорт. Это очень важная патриотическая работа и историческая работа для нашего города. Теперь в список, который сформировал Общественный совет города-курорта, вошли доктор Владимир Будзинский, генерал Иван Гудович, монахиня Мать Мария, герой войны Цезарь Куняков, летчик Вадим Фадеев, поэт Иван Варава и актриса Клара Лучко. В настоящее время Общественные советы городов, чьи аэропорты вошли в список, готовят предложения для Общественной палаты Краснодарского края. А она, в свою очередь, до 21 октября направит их на российский уровень. Затем в течение недели будет сформирован лонглист, а с 29 октября по 7 ноября в ходе соцопросов определится тройка имен лидеров для каждого аэропорта. Финальное голосование пройдет с 8 по 30 ноября, и в нем может принять участие каждый житель России. Голосование будет проводиться на сайте «Великие имена Российской Федерации», в социальных сетях, посредством СМС-голосования и другими способами. И здесь считают члены Общественного совета самое важное – проявить гражданскую активность и принять активное участие в голосовании. Олеся Давыдова, 39 канал.